Мухаммад, Эльгар, Салам, кажется, правильно сказал, да? Правильно, правильно, все правильно. Я очень мало слов знаю на азербайджанском, все, что знаю, знаю из тюрьмы Кивдаханы. Ну, это хороший опыт, но ничего. Любой опыт, он идет на пользу росту как личности, да? Если бы я мог, я бы и выучил азербайджанский язык, почему нет? Ну, мне просто не давали, мне не давали учебники на азербайджанском, я был в одиночной камере, но не будем об этом, да, это отдельная тема. Вот, по поводу Америки. Смотрите, я не в первый раз еду на подобные встречи, я достаточно часто бываю в Европе и в Америке, буквально вот 10 дней назад я был в Брюсселе, в Страсбурге, в Париже, в Европейском парламенте был в Брюсселе, встречался с четырьмя депутатами, в Гааке был, в Нидерландах тоже встречался там, с людьми, а основная цель такая, в принципе, я каждые 2-3 месяца выезжаю на подобные встречи, там Греция, Канада, Америка и так далее. Удается пока что согласовывать вот такие вот контакты, я был даже удивлен в самом начале, когда мне только освободились азербайджанские тюрьмы, я понял, что мою историю надо доносить до максимального числа общественных деятелей, политиков, журналистов по всему миру, потому что проблема не только во мне, это не мой конфликт с Ильхамом Алиевым, это трагедия Азербайджана, азербайджанского народа в первую очередь, но я прекрасно понимаю и проблема еще и армянского народа, то есть это все вместе идет, это все идет вместе, как бы мы все, получается, жертвы вот этого режима Алиева. Проблема в том, что очень часто самих азербайджанцев на Западе слушать не хотят, как и армян, кстати, тоже не хотят слушать, потому что для них в Европе и в Америке вы как бы участники конфликта, то есть люди заинтересованные, да, и, соответственно, не объективные. По той же самой причине, вот, например, очень многие армянские знакомые и дипломаты, и какие-то общественные деятели мне часто говорят, что вот в Европе там нас не слушают, никто не интересуется нашей трагедией и так далее. Но то же самое абсолютно я слышу от азербайджанцев. То есть от азербайджанцев то же самое? Абсолютно то же самое, я знаю, я знаю. Поэтому я знаю, что вот мой кейс, как бы мой случай, он важен тем, что я не армянин, я не азербайджанец, я не имею абсолютно никакого отношения к Кавказу, к Карабаху, вообще никакого отношения. И, с другой стороны, я еврей и я потомок, получается, узников Освенцева. Практически все мои предки погибли в Польше в концлагерях от нацистов. А теперь, получается, Эльхам Алиев, который заявляет, что он большой друг Израиля. И сам это нацист. Ну, занимается, пытается закончить то, что с нами не закончил Гитлер. При этом говоря о любви к евреям. То есть я понимаю, что это некая официальная пропаганда, потому что Алиеву нужна поддержка Израиля в плане поставок оружия и в плане... Это ему помогает год Ниссанов, чтобы вы понимали. Это отдельная тема. Да, да, да. Я плюс-минус об этом наслышан. Там еще и Тельман Исмаилов. Там целая, как говорят, плеяда горских евреев. Причем, что самое интересное... Тельман Исмаилов сейчас не удел. Сейчас больше модный год Ниссанов. Это для информации. Может быть, может быть, да. Но вот получается таким вот парадоксальным образом, получается, что... Ну, как сказать, лидеры горских евреев... То есть можно сказать, это мой же народ, да. То есть это горские евреи. Я не горский еврей, но тем не менее это тот же народ, да. Но получается, что они в стане моих врагов. И, в принципе, это меня не удивляет, потому что, например... И моих тоже. И моих тоже. Потому что... Хотя те азербайджанцы, те евреи. Ну, 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 в общем... Люди... Коррупция находят везде друг друга. Любовь народа там тоже этот... Там... Я прекрасно, да. При этом я знаю довольно много, например, горских евреев. Из Красной Слободы. Из Баку. Из этого... Из Дербента. Там в Европе, в Америке прекрасные люди. Все прекрасно понимают. Очень много достойных людей. Извиняюсь. Извиняюсь. Очень много. Очень много. То есть, Год Ниссанов – это не лицо еврейского народа. Я же знаю вот это вот отношение. Есть азербайджанцы, которые из-за таких, как Год Ниссанов, начинают плохо относиться к евреям. А есть очень много армян, которые говорят, ага, вот видишь, вот евреи помогают Алиеву. Я им объясняю, что Год Ниссанов – это один человек. Вокруг него еще какая-то группа. Но нельзя говорить про всех евреев из вот этих... Однозначно. Нельзя. Вообще о нации говорить нельзя. Как и я сам грешен. Вот меня очень часто люди говорят, что я как-то негативно высказываюсь про Азербайджан. Если честно, за мной действительно был такой грех, потому что, когда ты проходишь через все эти ужасы, и практически вот до того, как я познакомился с Мухаммадом, например, я практически не встречал ни одного человека, ну азербайджанца, который как-то по-человечески бы ко мне отнесся. Я понимаю, что, наверное, 90% азербайджанцев, они просто боятся. Вас многие азербайджанцы любят. Вот извиняюсь, что я перебил, но, к сожалению, многие просто боятся за того, что это враг Алиева. Многие азербайджанцы боятся поддержать. Но есть такие азербайджанцы, как Мухаммад, как Ильгар Гаджиев, которые уважают вас. Но мы договорились, что у нас нет народа плохого, есть плохие люди в каждой нации. Поэтому я уважаю, люблю евреев и знаю, что также вы относитесь ко всем другим народам. А то, что негатив, который создал Алиев, это власть и режим алиевский. Он в мире показывается как азербайджан. Это не азербайджанский народ. Это два отдельных, можно сказать, народа. Это коррупционная власть, семья Алиевых и его окружение, эти чиновники, олигархи. И плюс олигархи, как Год Ниссанов. И просто простой азербайджанский народ, который такие же люди, Александр, как вы, как я, как Мухаммад, которые тоже хотят свободу, хотят в хорошей, развивающей, прекрасной стране жить, а не жить в диктаторском режиме. Вы не думайте, что вы пострадали. Десять миллионов азербайджанцев так же страдают сегодня, как и вы, Александр. Просто каждый пострадал по-разному. Вы, конечно, перенесли большую боль. Были в тюрьме, прошли испытания. Я читал, слышал, и разные попытки каждый раз убить, и все, что хочешь украсть. И все, многого я начитался. Но в будущем, общаясь с вами, я думаю, что более подробно все эти вопросы узнаем. Я бы хотел как раз, что если вот именно когда вы в Америку приедете, совместные встречи организовать и более обширные поделиться по поводу алиевского режима. Это не азербайджанский народ. Вы знаете, что азербайджанский народ, они такие же миролюбивые, такие же люди, которые хотят демократию, свободу. Они ничем не отличаются от израильского народа. Просто люди боятся, люди живут в страхе. Есть за что, вы поймите. Убивают журналистов, убивают оппонентов, убивают в Израиле. Вот вы можете подумать, чтобы какого-то там журналиста просто за то, что он критиковал власть, его или посадили, или убили? Это невозможно. Это невозможно. Вот вы поэтому должны понимать, почему азербайджанский народ запуган. Есть один клан, алиевская семья. И я даже скажу, больше вы от кого страдали. Силовики это кто? Правая рука управления всей силовой структурой. Алина Гиев. Алина Гиев это мелкая сошка. Это я потом расскажу, если Дайларий Юбов управляет. И Алина Гиевом, и Закиром Гораловым, кто в то время тебя сажал. И Рамином Усубовым тогда, по-моему, он был в то время. Или Белояд, я не помню. За всем этим стоит. Я больше информации дам потом. Мы когда будем встречаться, дай бог, есть у меня планы с конгрессменами и со всеми. Я вам дам более детальную, точную информацию, как управляется вообще эта мафиозная страна по главе президенту. И как вообще силовиками управляют. Есть судами управляет брат двоюродный, Вкерят Мамедов, суды, система. Он министр юстиции. Это двоюродный брат президента. А силовиками, которые там убивают, сажают, которые завязаны с ворами в законе. Это мафиозное государство. Я думаю, что в будущем... Я написал книгу свою. Мамед пошлет, или я в Америке вам подарю это. Про этот режим. Но там и Россия, и Азербайджан. Те страны, в которые я работал. Ну, я ее не дописал, можно сказать. Много есть о чем, что допишется во второй части книги, где полностью будет раскрыта вся преступная власть, как она управляется, как наказываются журналисты, как наказываются ненужные оппоненты. Ну, вся... Как выводятся с Азербайджана миллиарды долларов азербайджанцев. Как вообще вся эта структура, в чем она состоит. Я... Александр, если вы немножко про меня изучили, я жил в этом режиме. Я с ними работал. Я вынужден был находиться в этой грязной системе. Когда был момент, когда я понял, что сам Алиев лично берет взятки, для меня это был шок. Я вообще когда понял, что у меня вообще вся надежда за будущее Азербайджан, в тот момент она у меня растворилась. Когда я раньше думал, что министры, они крадут, там, да, ну, как-то везде привыкли, что министры, чиновники, коррупционеры. Но когда я понял, что самый главный коррупционер – это Илькам Алиев, и во всем мире, вот сейчас вы все показываете права, как бы по правам человека, что Алиев вообще нет никаких прав в Азербайджане ни у одного человека. Не только у граждан, но и у туристов, и у каждого блогера. Каждый человек рискует попасть под репрессию Алиевскую. По вашему факту, по вашему случаю, мы видим, что ни один человек не застрахован, который просто может в гости поехать в Азербайджан. Ни один человек. Вот суд Алиевской семьи и этого режима, да, они будут преследовать любого человека, кто открывает рот и кто говорит правду про этот режим, не просто между строчек, а реально говорит, кто такой Хуис Ильхам Алиев, кто такой Ильхам Алиев, кто такая Ильбам Пашаева, его жена. Я извиняюсь, Александр, дальше вы сами поговорите, просто эмоционально вы говорили, я не могу, чтобы все это воспринял близко к себе, и хочу, чтобы вы понимали, азербайджанский народ вас любит и уважает, и ценит все, что вы делаете. Спасибо, спасибо, Ильгар. Вот сейчас я договорю про Америку. Значит, вот эти вот шесть лет, которые прошли после моего освобождения из азербайджанской тюрьмы, в основном, в основном, я занимался тем, что из-за того, что меня посадили, за то, что я съездил в Карабах, что я не считаю преступлением, потому что карабахский вопрос должен решать не я, а это вопрос, который должен решаться между армянами и азербайджанцами. И простой журналист из Израиля не должен становиться заложником этой ситуации. Кстати, я никогда в жизни не делал никаких заявлений, кому должен принадлежать Карабах, потому что это не мне решает. Примерно как было бы странно, если, например, Мухаммад сейчас говорил бы, что там Палестина должна принадлежать там. Понимаете, каждый должен заниматься своим делом, я скажу так. У армян-азербайджанцев достаточно проблем, чтобы еще лезть в Палестину, а я не должен лезть в Карабах. Я путешественник, я журналист, я был еще в 150 странах, и в том числе в конфликтных, и в Косово, и в Абхазии, и в Руанде, и где только не был. Но только Ильхам Алиев решил за мной устроить охоту. Так вот, долгое время я уже после тюрьмы занимался тем, что на разных площадках в мире, и в Совете Европы, и в Европейском парламенте, и у меня было два панельных выступления в Конгрессе США в 2018-2019 году, и в Сенате Аргентины даже выступал, очень много было таких вещей. Но в основном это все было все-таки связано с Карабахом. Пока, наконец, я не пришел к пониманию того, что я должен заниматься чуть-чуть не этим, потому что гораздо более болезненно для режима Алиева это не тема Карабаха, ну потому что, ну потому что как только я начинаю в это лезть, ну это несерьезно, потому что 30 лет армяне-азербайджанцы не могут решить проблему, сейчас еврей из Израиля придет ее решить какой-то блогер. Намного более болезненно для Алиева, это если я как еврей буду рассказывать евреям, кто такой Алиев, который утверждает, что их очень сильно любит. То есть очень важно вбить в клин вот в эти отношения между азербайджанской властью и еврейскими диаспорами, еврейскими лобби за границей, в первую очередь в Америке. И когда там происходят какие-то выборы, а я еду не просто так, там некие предвыборные происходят действия и в Канаде, и в Америке, и на уровне штатов, и на уровне парламентов, и очень сильно Азербайджан пытается пропихивать там свои кандидаты. В Казахстане все это было часто, чтобы вы знали. Когда он был вице-президентом еврейского конгресса, но как Америка наложила санкции, я извиняюсь, еврейский конгресс всемирный сделал правильное дело, они исключили его полностью. В тот же день сказали, что человек, который связан с коррупцией и с путинским альниевским режимом, не может быть, находиться вице-президентом такого уважаемого конгресса всемирного. Я извиняюсь. Просто я доношу то, что я знаю. Чтобы у вас тоже картина была полная, Александр. Вот, то есть я хочу влезть везде, где только можно, в любые отношения между евреями и Азербайджаном. И везде моя история должна озвучиваться. Но я понимаю, что это все действует на уровне коррупции. Но любой политик не хочет, чтобы вот такой, как я, любой политик, скажем, еврейского происхождения, и который лоббирует интересы Азербайджана в Америке, в Канаде, во Франции, в Англии, он не хочет, чтобы моя история вылезала, ему приходилось за меня оправдываться, что-то объяснять и как-то оправдываться за Азербайджан. Почему Азербайджан, который такой толерантный, оказывается антисемитским государством? Я не государством, я не говорю про народ Азербайджана, где, ну, среди простого народа какой-то... Я говорю про власть. И вот эта власть, она очень сильно антисемитская. Я даже прекрасно вспоминаю, когда меня держали в тюрьме в Бакинской, и вот эти следователи, которые там были, ну, это просто фашизм какой-то. То есть это люди, которые говорили конкретно гадости про евреев. Про армян, ладно, понятно, конфликт, хорошо, эмоции, да? Но евреи вроде бы друзья. Но, например, говорить гадости, что еврейки не бреют ноги, что-то вот такое, говорить мне, ну, я не знаю. Ну, понимаете? Это в подсознании они все народов вставляют, этот Александр. Я извиняюсь, смотри, вот что скажу. Сейчас, раньше, если ты мог говорить, и что Алиевский режим, коррупционеры и антисемисты, они, нет никакой свободы нерелигиозной, нет никакой свободы человека, потому что вот даже они говорят, что они свободны в христианской религии. Моя супруга, она приняла христианство, она последовала за Христом. Мы потеряли ребенка, и жизнь повернулась, она начала искать силы, которые могут помочь. Ты нашла Господа Иисуса Христа. И за это мне даже, когда бизнес мой забирали, это было одной из причин, мне поставили, что я финансирую там секту, еврейские там, я не знаю, нет, у меня есть факты, документы у меня, но прошло много лет жизни, и я понял, что я делал правильно, я сам пришел ко Христу, я сам принял христианство, но я сейчас не о религии, вы иудаизм, я знаю людей, амад мусульманин, я принял Христа и следую за Христом. Бог один, нет другого Бога. Каждый просто как к этому приходит, и как к этому понимает, это другое. Алиевский режим, он врет во всем, он лицемерен, он, нет никакой свободы, ни слова, нет религиозного, никакого. Даже мусульман самих, если они по-другому, как не Аллашчю, хочет, чтобы они молились, их тоже преследуют, чтобы вы понимали, что этот человек, у них одна цель, красть деньги азербайджанского народа, и остальных всех держать в рабстве. Чтобы вы понимали, что это вот как евреи попали в египетское рабство. Сейчас наш народ живет, вот как фараон был над евреями. Сегодня азербайджанский народ, вот наш фараон, это Ильхам Алиев. Чтобы ты понимал, я тебе просто библейскую историю, даже историю говорю, которая повторяется. И мы сейчас все объединившиеся, и евреи, и мусульмане, и христиане, должны объединиться и всему миру показать, кто такой Ильхам Алиев, кто он такой, и чем он занимается. Извиняюсь, продолжайте. Я просто, когда вы говорите, слышу некоторые вещи, эмоции меня просто настигают, и я подключаюсь, поддерживаю вас. Вы знаете, Ильхам Алиев и его семья, то есть абсолютно грязные, безбожные люди, грязные, имея в виду как личности, грязные, безбожные люди, там есть фотографии, где они на хадж, в Мекку и Медину поехали. Это такой стыд, я бы этих людей вообще не сказал. И цемерие. Их из Мекки надо пинком под зад выбрасывать, этих грязных людей, потому что они сами, своим присутствием оскорбляют ислам, на мой взгляд. Они Бога оскорбляют, не только ислам. Они оскорбляют Бога. Они Бога оскорбляют. У него вид такой был на этих фото, как будто бы он в баню пришел, с проститутками попариться. Вот с таким видом он едет на хадж в Мекку. Это просто отвратительно. Ну, политика грязная штука, да. Я бы на месте саудитов его даже не пускал. Чтобы ты понимал, да, я извиняюсь на ты, если можно. Конечно, конечно. Навесники где-то плюс-минус. В этом году мне будет 50. Я счастлив, что живу в прекрасной стране, в Америке, да, в свободной стране. И я желаю, чтобы как ты, вот, человек, живущий в свободной стране, в Израиле, как я, живущий в Америке, на Анат во Франции, это на самом деле сегодня, можно сказать, что такая международная встреча, раскрытие всех главных преступлений семьи Алиевы. Я самый главный у тебя, Козырь, в чем, Александр, если когда ты раньше просто говорил, что есть там Алиев, коррупция, ты пострадал, а сегодня через меня у тебя есть документ, что Алиев напрямую связан с коррупцией. У меня есть факты взяток Алиева напрямую, есть голосовые министры записи, есть факты, как компанию лично, Алиевская семья забрала у меня, через кого, это международное, есть расследованное такое преступление, в офшорах, Ашраф Камилов есть такой, 51% моей компании было передано Ашрафу Камилову в обмен, чтобы я вывез семью свою с Азербайджана, в Швейцарию. У тебя сегодня есть не только твои страдания, у тебя есть факты и документы, что Алиев лично сам стоит за всем, и за преследованием блогеров, журналистов, оппонентов своих, бизнесменов, весь режим напрямую управляется Алиевым. И у тебя сегодня есть, Александр, документы. Извиняюсь, друг мой. Дорогой, я даже скажу, что вот мне кажется, вот положение ваше, как азербайджанских политиммигрантов, оно еще хуже, чем у меня, потому что вы фактически у вас украли родину, ваш дом украли, потому что ваш дом Азербайджан. То есть ко мне, да, плохо отнеслись, держали в тюрьме, но Азербайджан – это не мой дом. Я могу поехать к себе домой в Хайфу, в Тель-Авив, да? У меня там все в порядке. Да, я прошел непростой период в жизни, но Азербайджан для меня все-таки это иностранное государство, это чужая страна. Я представляю, как вы себя чувствуете, что вы не можете приехать к себе домой, вы не можете приехать на могилу ваших близких. И какой-то мерзавец, который решил, что он может решать судьбы людей, Ильхам Алиев, он решает за вас, где вам жить и как вам жить. Это просто... Только Бог решает. Только Бог решает. Да, ну, только Бог. Ильхам Алиеву режиму после падения путинского режима осталось немного. Раньше просто, понимаете, мир смотрел на все это по-другому. Ну, там Александр пострадал. Ну, там вот Эмин Гусейнов есть тоже этот, который жил больше девяти месяцев в посольстве... В посольстве Швейцарии, да. Много есть разных фактов, которые миру надо показывать, открывать глаза, кто такой Алиев, и что он сам лично преследует своих врагов. Вот Майаммед Мирзалис, случай Майаммеда, да, жил он спокойно, там, ну, где-то критиковал и где-то что-то делал. Но они настолько люди, которые не прощают, да, они сегодня Майаммеда Мирзалис подняли на уровень Европарламента, Конгресса. Я не знаю, но в мире сегодня я рад их тупости, честно. Вот все, что они делают, вы знаете, что они делают от безграмотности, от тупости. Они настолько, вот, люди вокруг них, которые, да, вот министры, чиновники, столько следов оставляют, да, вокруг. И это нам помогает быстрее показать миру и закончить с этим режимом. Самое главное, что будет освобожден азербайджанский народ. Сегодня все, что вы делаете, честно, вот когда-то придет время, история, она всегда своих сынов записывает всегда, да. Когда-то в графе азербайджанского народа будет записано, что Александр Лапшин все делал для того, чтобы азербайджанский народ освободился от фараона семьи Алиевых, лица семьи Алиевых. Я честно говорю и приношу большую благодарность как азербайджанец Александру. Ну, самое главное, моя единственная просьба, что никогда мы не, ну, общаясь, какие-то вопросы национальные не трогаем. Потому что, ну, я люблю и азербайджанский свой народ, уважаю и армянский народ, но территориальная целостность, она должна быть соблюдена во всех правилах. Но не должно быть, все должно быть через дипломатию, не должно быть кровопролитие и армян, и азербайджанцев. Алиев сегодня, Карабах, вы думаете, что Карабах вернулся азербайджанцам? Конечно, нет. В Россию вернулся, а не азербайджанцам. Он вернулся, он еще сделал хуже. Он вернулся на свою жизнь. Российских войск, на территории Азербайджана сейчас находятся российские войска. На Карабах сейчас стал российским, он сейчас не стал ни азербайджанским, и не армянским. Конечно. Люди должны очнуться, и азербайджанцы, и армяне, что Карабах, это где Путин держит за яйца и Ильхама Алиева, и Пашиняна, и всех остальных. Это то же самое, что Приднестровье, то же самое, что это Новороссии какие-то с Украиной происходит. Да, да, да. Это просто Алиев своей тупостью, чтобы сохранить свою власть. Если раньше был конфликт между азербайджанцами и армянами, те там один раз в год выстрелят, и эти один раз в год, но никто не умирал массово. Алиев, чтобы свои амбиции, чтобы власть сохранить, он совершил это преступное деяние. Погибло столько азербайджанцев, пострадало столько людей. То же самое, погибло столько армян, из-за того, чтобы Алиев оставался в власти. Алиеву не нужен Карабах. Алиеву только нужны сегодня, вот посмотрите, люди демонстрации проходят в Азербайджане, на территории Азербайджана. Заметьте, проходят демонстрации 90 дней, там уже больше почти сотку дней это входит. Азербайджане в центре Баку, если три человека соберутся вместе и просто скажут, что Ильхам Алиев, ты украл наши деньги, ты крадешь деньги наших пенсионеров, ты крадешь деньги наших детей, ты крадешь деньги наших военных солдат, ты их убиваешь, а потом даже люди, которые остаются их семьи, они не могут даже получить сегодня несчастные копейки. Просто я хочу, чтобы мировое сообщество открыло глаза, понимало, что с кем мы имеем дело, Александр, на самом деле это для мира, сегодня просто мир заигрывается, Европа и все, я против того, что с Алиевым начинают газовые контракты, все, я за, чтобы в Азербайджан поступали деньги, но сейчас на данный момент деньги, которые поступают от газа и нефти, мы должны добиться, чтобы ввели санкции, чтобы они просто как фонд азербайджанского народа хранились эти деньги, я не знаю, на Западе, где-то, и когда будет нормальная демократическая власть, каждый азербайджанец получит свои деньги, а сегодня то, что продает Азербайджан нефть, газ, это одна преступная семья и мать ворует ворует эти деньги, азербайджанский народ не видит прибыли с этого. Я даже еще одну скажу деталь Вы сто процентов это знаете, просто я наверное повторюсь, что перед началом войны на Украине, то есть война началась 24 февраля, а 22 февраля Алиев полетел в Москву, помните, да, подписывает договор о мире, дружбе, сотрудничестве, а что это означало по факту, а по факту я так думаю, что это означало то, что Путин предполагал, что будут наложены санкции против России и теперь российские нефтегаз идут реэкспортом через азербайджанскую нефтяную инфраструктуру в Европу через Баку Тбилиси Джейхан нефтепровод и сегодня получается парадоксальная ситуация Урсула фон Ляйнен или как я хотел эту тему затронуть которая говорит да, Азербайджан Ильхам Алиев это надежный партнер, то есть они вводят санкции против путинской России, но покупают российскую нефть через Азербайджан и называют Алиева надежным партнером Ну смотри что интересно извиняюсь перебиваю да, сейчас они очнулись что вторичные санкции да, что Россия полностью все что покупала она через страны как Азербайджан там другие страны которые помогают путинскому режиму да, поступают так же все вторичные санкции сейчас начнут работать и Урсула фон дер Ляйен да, она не сможет больше хвалить Алиева потому что такие как вы такие как вы ребята которые полностью покажут схему что Газпром отсюда сделал контракт закачивает в азербайджанскую трубу нефть и Азербайджан продает там свои копейки какие-то докладывает и Европа также покупает российский ГАЗ не надо обманывать народ не надо европейский народ обманывать это все Алиевский режим пока находится под Путиным да никогда в жизни не будет никакой прозрачности через Азербайджан вы это прекрасно знаете поэтому нужно добиваться вторичных санкций они сразу попадутся потому что Азербайджан один из всех хабов которые сегодня все что в Россию сегодня не могут Россию купить получить какие-то европейские технологии или что-то это все надо сегодня проверить насколько в Азербайджан стало экспортироваться больше чем в прошлых годах и мы просто через эту картину мы полностью покажем вторичные санкции надежных как говорят это в кавычках это европейских партнеров то есть Алиев чтобы сохранить власть в начале он полностью потерял Карабах то есть пока Карабах был под контролем армянской стороны я думал решить эту проблему было гораздо легче было гораздо легче вести переговоры напрямую с Арменией и как-то договариваться причем можно было не ждать 30 лет и вести переговоры еще гораздо раньше но теперь но теперь когда Карабах не принадлежит армянам а он принадлежит России вот теперь уже придется вести торг с Россией а это уже бесполезно то есть вот сейчас Карабах потеряли я думаю очень надо всем выгодно Путин добился того что хотел он получил базу в центре Азербайджана да они получил власть они получил власть и плюс ему разрешают там строить отели свои Александр все полностью сейчас построили циркачи да это соулмены построили аэропорты построили отели для кого если ни один гражданин Азербайджана не может посетить вообще свой дом родной могилу своих родителей могилу своих предков для того чтобы алиевская власть я извиняюсь у меня что-то с этим зарядки алиевская власть сегодня оставалась у власти имела там свой бизнес они через государство деньги выкачивают вот сюда на всю инфраструктуру то что они в Карабах тратят деньги вы поймите 50% я часто у нас я думаю что мы еще будем общаться и много я думаю будем делать совместных эфиров чтобы люди которые ваш круг который знает вас и знает что вы доносите алиевы чтобы они от нас тоже узнали подтверждение и правду кто такой алиевы и кто такая это семья я хочу поблагодарить Армада за сегодняшнюю нашу встречу и я думаю что мы будем чаще после этого общаться в Армад за сегодняшнюю Продолжение следует...